Мы поселились на заброшенном круизном корабле Оборудовали каюту для комфортной жизни Но ночью нас атаковали летучие мыши Тропические насекомые и гигантские тараканы А еще нас предупредили, что здесь бывают пираты Да ну нафиг, пацан, пойдемте в каюту Только в Альфа-банке Самая высокая ставка в России по накопительному альфа-счету Откройте в апреле и получайте 9,5% с первого месяца Альфа-банк. Лучший мобильный банк Ну что, ребят, вот он, заброшенный лайнер И наконец-то, наконец-то мы доделали квартиру Пойдемте покажем, устроим вам небольшой рум-тур Давай, давай Добрый вечер, добрый вечер Можно к вам в гости? Нормально же, ребят, я смотрю, у вас свет есть И что, все правда работает? Опа-на Вот это круть Добро пожаловать в заброшенный лайнер В нашу каюту, которую мы отремонтировали Провели свет Ну как отремонтировали? Мы по факту убрались очень классненько, да Привели все в порядок И теперь смотри, какая классная, уютная каюта у нас Ребят Можно, кстати, кондишен чуть-чуть зарядить Что, реально? Ну а что? Давай тогда сейчас вырубим свет Чтоб нагрузочки не было сильно много Да У нас даже работает кондиционер Попробуй Ну правда слабенько, но дует Вот тут вот это ощущается У нас работают все светильники Вот пульт управления светильниками Можно управлять каждым Да Из светильников Все работает Лампа работает В кровати мы нашли вот такие классные пледы Застелили Теперь смотрите, как здесь красиво и уютно Вот Вечерами мы иногда смотрим телевизор Слушая музыку У нас есть еще холодильник Но, к сожалению, наш инвертор не тянет У нас есть мысли Притащить сюда инвертор побольше И забить этот холодос прям Ну реально вкусными напитками Ну я думаю, это уже в следующей серии Опа-на Как темно здесь, да? Неуя-а У нас это не хватит Та-да-да-дам И здесь есть свет Все работает Да, все работает Прикиньте, ребят Смотрите, что у нас тут нам принесли Ну вернее, принесли еще 10 лет назад До сих пор лежал Шоверкап А ну, продемонстрируй Шапочки такие, как на этом На картах Да Один в один Хорошего качества Стаканчики стоят лет 10 Да, ванна классная Жалко воды нет, конечно Да Отшевели все уже краны Зато вот, смотрите, где мы находимся Пятая дека 506-я квартира, ребят Что, гасимся? У нас как бы за окном тьма, ребят Улютая Короче, на улице настолько темно, что вообще ничего не видно Сейчас у нас задача номер один Найти кассету Потому что мы хотим тут техникс запустить Проверить, как он работает Сейчас мы будем все деки проверять Где есть кассеты Где кассет нету Нету Вот эти порядковай все Нету 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 Те внизу Не, она сразу будет с краю Нету 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 Вот эти техниксы, посмотри Вот я на них была вся надежда Глянь, видишь, он раньше ходил в море 2002 год Ничего себе, как давно 20 лет назад он был популярный Есть там кассеты? Нет, там плавник открывается Прикольно А нижних? Нижних не открывается Там механическая стеклышка посмотри Нет Есть Есть Да Нам очень повезло В этом техниксе, прикиньте Есть кассета И сейчас будет дискотека, ребят Будет дискотека Сейчас мы проверим, что там такое Техникс, ё-моё Сейчас могут летать Летучим мыши Потом свет тушим максимально Тихо-тихо Идем в охотку Заштариваемся и помпим техникс Пробуем Есть, пошло Ребята, работает Или не работает Смотрите Смотрите, как он сохран А ну дай перемотку Я думаю, долго думает Слышишь? Да Кнопка одна не нажимается И не выходит Походу ему хана Ещё как открыть? Вот это Я пытаюсь, да Вот это же и открывается Пытаюсь Я думаю, что резиновые пасеки Ремни резиновые Просто вышли из строя Внутри От времени Так, а где плей у нас? От жары, наверное, разрушились Тох Вот он, плей Походу ему как-нибудь вот это Не открывается Слышите страшные звуки Подожди, я хочу посмотреть Эти двигаются или нет О, она Тоже не двигается Да, не крутится Ну что, ребят, вскрываем Посмотрим, что там сломалось Так просто не таёрзан Опа Вот это прикол А, как я и думал Пасеки оборваны Резиновые Моторчики ни к чему не подключены А тут И тут О, здоровье, кстати, есть А оно прям залипшее было Ну, туда Машинная, машинная Пошли туда Возьми Возьми камеру Не страшно, пипец Идём Тихо, прыгнусь И на тени керку Ааа Я реален Я умер 1964 года Прикинь Ты видишь, написано Я реален и умер в 1964 году Насчёт того призрака Я слишком человеческий почерк Тихо, тихо Пацаны Идём, идём Идём, идём Они уходят Они отступают Они отступают Точно не нападут они? Тихо, тихо, тихо Идём, идём, идём Сейчас уйдут Туалет Самый страшный туалет в моей жизни Давай, походём Заразы-то близко летают А это шесть, ребят Тут тупик Тупик? Да нет, не может быть Как так? Здесь туалет А чё там мыши делали? Тут всё в кабинете Идём назад У тут есть выход? У меня мыши нету Все улетели, Тох Ни одной Тут тоже туалет Да Вот тут, наверное, выход Слышишь? Пошли с говнём, пацаны Пошли А как мы в машинное тогда прошли? Ты помнишь? Не светили Не светили Там окна не светили А там их нету Это окна Это подвал Мы не пройдём в машинное отделение Оно затоплено Полностью? Здесь не путь в отделение Затоплено Есть ещё один Где залаз? Но он опасный Да не, нафиг, пацан Пойдёмте в каюту А ну свет, они сюда Тсс, сильно не шуми Тсс, нам шуми Да, машинное отделение затоплено Мы отсюда заходили, да? Да. Ребята, это пипец. Света не туда. Ё-моё. Как так? Как такое? Можно было допустить. Может, сезон дождей. Что, пойдем в воду? Погнали. Не-не-не, вы что прикалываетесь? Пакеты оденем на ноги и погнали. Тебе, давай еще не стоять? Да, конечно нет. Сожрут мыши. Они там какашек сколько-то радиоактивных. И все это в воде. О, блин, зараза. Что, может, пока летучих мышей нет на вопросы, ответим здесь? Они все улетели, ты видишь? Да. Ни одной нет. Я думаю, что его затопило, потому что здесь пробоина произошла. Где-то пробоина есть в кузове, и вода зашла, и она подымается. В прошлый раз не было воды, но она была в самом нижнем отсеке, помнишь, в котором мы не могли, в котором мыши сидели. А теперь уже более верхний отсек затапливает. Может, соленая вода разъедает металл потихоньку? Может быть. В общем, ребят, сейчас мы хотим ответить на ваши вопросы, которые вы пишете нам в комментариях. И вообще, вот, делали пост в инсте. Самый популярный вопрос, когда снова в Припять? Ну что, ребят, а это все зависит от вас. Если вы будете достаточно часто просить нас съездить в Припять, то мы тогда все-таки рискнем, наверное. И в ближайшее время рванем туда. Но если вы скажете, что не надо рисковать, снимайте другие видео, снимайте самоделки, то мы тогда забацаем для вас другой бам, бездный контент. Вы сами понимаете, что в Припять сейчас ехать опасно. Опасно, но тем не менее, если вы будете ставить много пальцев вверх, прям очень много, то это нас мотивирует, и мы поедем искать новые приключения в Припяти. Так, ребят, следующий вопрос. Когда вы закончите съемки на этом лайнере с опасными мышами? Ребята, мы в процессе, прям в процессе. Вот еще чуть-чуть, и сразу же нас здесь никто больше не увидит. А что, там есть вопросы, кстати? Да, интернета нет. Так, ребят, еще один вопрос, только что прочитал. Какие ролики вы будете снимать дальше? Вопрос, конечно, интересный. Я вам маленький спойлер дам, что это будет связано с радиацией и с аналогом Припяти. Мне кажется, я прям спалил контору. Ждите, мы вот в процессе. Никто еще из блогеров такое не снимал. Мы поедем в самое пекло. В общем, будет очень много радиации. Очень много. Только в Альфа-банке. Самая высокая ставка в России по накопительному альфа-счету. Откройте в апреле и получайте 9,5% с первого месяца. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Что стало со сталкерской хатой? В Припяти? Да. Странно, хотя мы уже отвечали на этот вопрос. И даже снимали видео, а вот люди все равно спрашивают. Вот отвечаем раз и навсегда. Нашу сталкерскую хату разбомбили. Слышите летучие мыши? А они голодные, хотят кушать. А мы только поели, и мы сытые. И сейчас они тоже будут скоро сытые. Поэтому нашей сталкерской хаты больше нет. Ее разбомбили. Все там вынесли подчистую. Туда водили туристов. Продавали путевки за деньги. То есть мы хотели как-то сделать интересный контент. Подарить людям радость. А некоторые люди просто тупо решили зарабатывать на этом деньги. На том, что мы хотели подарить радость людям. Нету больше хаты, ребят. И скорее всего не будет. Пацаны, пойдемте в каюту. И теперь мы хотим продолжим отвечать на ваши вопросы, ребят. И вопрос, как вам приходят идеи для съемок в роликах? Ну чаще всего это импровизация. На что-то мы натыкаемся в интернете, на какой-то интересный объект. И начинаем его изучать. И впоследствии объект становится настолько интересным, что мы туда едем и снимаем для вас контент. В принципе, идеи так и приходят. Как-то спонтанно все это происходит. Я даже не могу реально ответить на этот вопрос. Вот просто вот это тупо жизнь, ребят. Также мы прислушиваемся к вашим советам в комментариях. Иногда тоже их обдумываем. И рождаются довольно яркие идеи на основе них. Да, вот такие маленькие идейки рождаются. Мы их вот так вот вынашиваем, молочком кормим. Потом они вырастают в масштабные проекты. Да, так и есть. Сюда. Да, вот камни метр. Нет, сюда. Смотри, цепь был замок. Вот он. Еще это синтезатор. Ё-моё. А мы его не дотащим, походу. Слышишь? Надо тут запитывать. На нем есть динамики. Он огромный вообще просто. Ну что, ребята, вот такой огромный клавесин мы нашли. Сейчас попробуем его тоже запитать. Это синтезатор Ямаха. Клавенова. Ямаха Клавенова. Я не понимаю, зачем, но на нем обрезали вилку. У нас же есть запасное. Обычно в Германии, когда обрезают вилки, это говорит о том, что инструмент не рабочий. В Германии? Ну да. Там у них есть шверпуль. Такая тема, раз в год они технику выставляют на улицу. Если вилка обрезана, значит не рабочая. Да. Так вот это шум, не знаю, как бы ни с чем. Надеюсь, он не зоорет, как бешеный. Все, готово к запуску. Осталось одну кнопочку нажать. Сейчас резко вырубайся, зоорет. Ни хрена. А, там питание нажми. Да. Походу не рабочий. Да, ничего нету, прикинь. Просырел полностью. Да. А классный синтезатор Ямаха. Ё-моё, ребят. Никаких признаков. Но вы видите, как окислилось. Еле читается надпись, прикиньте. Он совсем уставший. Из органов управления у него кнопка питания. Вот еще что-то вообще еле-еле читается. Там мастер Волуна какой-то там, да? Сейчас еще посмотрим. Включай. Короче, облом. Не вся техника здесь рабочая. Пойдем там, где куча телеков. Что-то запустим? Да, просто запускаем вентилятор. О, давай, погнали. Это рядом совсем. Надо сюда перескочить сейчас. Короче, ребят, мы притащили инвертор прямо к телекам. Давай мелюзгу всякую запускать. Вот этого клопа. Вот это идеально для Дэнди играть. Мне жалко кинескоп посадить. Красный. Да, включай. И там нажми кнопочку. Все. Так не пугай. Другая лампочка заглядывалась. Показы канала. Походу не рабочий. А вы грубой. А, есть. Смотри, что-то было. Есть, заработал. Это белый шум, Антоха. Он показывает белый шум. Не, серьезно? Здравствуй, да? Выглядит страшно, Антоха, честно. Этот белый шум, блин, это не к добру. Давай вентилятор. Он, правда, не крутится, зараза. Как мы его включим? Давай, бахаем. Надо ему помочь. Давай, давай, может, другой шум тоже. Гудит, наверное. Не, он гудит. Он не может провернуть, очень туго. В какую сторону? В ту, которую легче. В другую. Еще. Блин, зараза. Не. Не, он все окислился. Надо просто смазать. Ах, кстати, мощность можно добавить было. Что еще мистического такого запустим? Руссос. Добавь. Вот этот? Ты хочешь его запустить? Билка умеется. Смотри. Сейчас устроим настоящее шоу электриков. Атакаем. Может, вытянет инверта. Вот его не взорвется. Да, не вытягивает. Попробуй еще раз. Он глазками ворнул. Смотри. Пипец. Вот это он буксует. Давай поменьше пылесос возьмем. О, было почти. Он, походу, заржавел только. Жесть какая. Мне страшно представить, что будет, если он запустится. Жесть. Это вообще просто пипец. Адовая машина. Выключай, пока он не взорвался. Там еще один пылесос. Он маленький есть. Женский. Не хочешь запустить? Там есть пилка? Что, оторвали? Походу, оторвали, прикинь. Нету. Вон еще на тебя тормит. Ну, давай попробуем. Давай. Та же беда. Гудит, да? Да. Ой, стой. Ему не хватает мощи. Он заржавел. Ну, гудит, я слышу. Слушайте. Что, вот этого монстра попробуем? Если есть провод. А провод-то есть. Блин, это тут НПЕ, ребят. За который вы спрашивали. Нажимай питание. Да, да, да. Фу. Вот это ты сделал. Видал, мышь прилетела. Да. Она один раз мигнула и все. А ну еще попробуй. Нет. Скорее, вот прикинь. Походу, да. Смотри, вот это запустим. Что это? Или это жестко будет? Давай. Ух ты, вилка какая. Слышишь? А мы так... Это на 380, ребят. Слишком крутой. Ладно, давай радиостанцию запустим. Или это перебор? Нет. А, нифига. Она хитрая. Не на 220. Тут где-то маленький был пылесос. Сейф. Пипец, конечно. Мы свиня. Тут черные телеки. Смотри, постельная. Да, комплекты, тох. Запакованные. А мы искали. Ставь плафон назад. Тестируем. Бля, еще новая. Видишь, замотана. Заводская замотка. Тебе видишь, она в пленке? Да, она в пленочке новенькая. Давай. Нифига. Может, не до конца вкрутил? Наверное, лампочка не хочет. Четелек врубим еще. Пока можно. Давай здоровый вот этот, да? Какой? Вон еще здоровый. Слыши звук. Ладно. Он пытается, но не надо. Может, мощи не хватает? Подселокунчик. Или телек не вожий. Послушаю, запиши звук. Вон, запустился. Да, меню. На английском. О, белый шум появился. Я не знаю, с чем это связано, ребят. Но все телеки здесь рабочие. Абсолютно. Древние, кинескопные. Обрати внимание, телеки, видимо, живучие к влаге. Блин, бахнет бы его. Взорвать. Слышишь влагу? Какой там? Да, какой компрессор. В этих маленьких холодильничках все на месте. Пойди, должен работать. Мы можем еще попробовать холодильник запустить. Но у меня есть подозрение, что мощности может не хватить. Он на старте очень много берет. Плюс, да. Красный. Минус. Все, урубай. Монстр. Открой дверь. Ничего нету. Там леденец лежит. Тох. Вон, Илья. Достанешь? Что это? Это что-то страшное. Вытянешь его оттуда? Вытянешь его оттуда? Будешь попробовать, Паш? Он воняет просто пипец. Что это? Попробуй его на ощупь. Кукла Вуду. Ой, жут. Что это такое, ребят? Это кукла Вуду. Ты думаешь, маленькая? А что-то у нее на голове? Пипка. Слышишь? Почти разложился пластик. Это, конечно, монстр. Че, побежали наверх. Тут становится слишком жарко. Слышишь? Вот тихо, тихо. Слышишь звук этот? Вот тихо, тихо, тихо. У нас дверь закрыта. Да. За дверью, слышишь? Да, там идет кто-то. Да, да, слышишь прям. Тихо, пацан. Жизнь, короче, ребят. Я не знаю, что, но кто-то, кто-то там ходит сейчас. Я предлагаю, может, дверь, слышишь, подержать? Закрыть дверь на замок. Потому что тут некоторые каюты закрыты. И мы можем сделать вид, типа, у нас закрыто. Тихо, тихо. Давай только свету так вниз направляем, чтобы не было видно. Держи. Вот сразу, она не закрылась. Вкази, Свет, вкази, Свет, тихо. Свет, тихо, тихо, тихо. Свет. Стоим, глазок. Держи, глазок. Держи двери. Я держу, держу. Тихо. Нас болели. Свет.